У 77-летнего российского режиссера Никиты Михалкова госпитализированного несколько дней назад диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Коронавирус не подтвердился, на фоне которой развился интоксиционный синдром. Что означают эти термины и насколько тяжелым состояние артиста, рассказал врач-пульмонолог. По словам специалиста, в случае с Михалковым речь идет о бактериальной пневмонии, а не о вирусной, которая бывает при заражении коронавирусом. Эксперт отметил, что полисегментарная пневмония, вызванная пневмококом, это очень серьезно, особенно в пожилом возрасте. Ведь после 40 лет иммунная система начинает угасать на глазах. Между тем, по словам друга Михалкова, актера и художника Александра Добашьяна, у режиссера нет жара. Температура слегка повышена. Врач уверен, это не очень хороший признак. Телеведущая Ксения Собчак, активно обсуждающая ситуацию вокруг болезни Михалкова, публиковала скандальный пост, в котором порассуждала о возможных последствиях гипотетической смерти режиссера для отечественной культуры. В результате Собчак обвинили в том, что она раньше времени уже принялась хоронить Михалкова. После чего телеведущей пришлось публично оправдываться за свои слова, поясняя, что ничего подобного она не имела в виду. Ранее сообщалось, что в последнее время у Михалкова имелись серьезные проблемы со здоровьем. В частности, Никита Сергеевич перенес сразу несколько различных операций. Среди них была и операция по замене бедренного сустава, в ходе которой, как сообщил журналом сам режиссер, в его организм даже занесли инфекцию.